МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было подозрительное поведение молодого человека. В ходе проведения личного обыска у него в карманах было обнаружено 11 свертков с неизвестным веществом. Впоследствии сотрудниками Управления по наркоконтролю и противодействия торговли людьми УВД Гомельского областного полусполкома было установлено, что задержанный является курьером интернет-магазина по продаже наркотических веществ. Его функции заключались в осуществлении закладок с наркотиками на территории областного центра. Следственно-оперативной группой при осмотре квартиры, которую молодой человек снял для проживания, были изъяты два полимерных пакета с неизвестным веществом. Сотрудниками нашего отдела были проведены неотложные экспертизы, согласно выводам которых представленные объекты содержали в своем составе особо опасные психотропные вещества Альфа-ПВП и ТМЦП-2201. Вес веществ составил 57,37 грамм. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители на территории Гомеля обнаружили тайники с шестью закладками наркотических веществ. Следственным комитетом по этому факту возбуждено уголовное дело. Наркокурьер заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Несчастный случай произошел в деревне Березники Калинковичского района. В ремонтном боксе на территории сельхозпредприятия во время демонтажа колеса грузового автомобиля МАЗ получил травмы водитель. Мужчина 1963 года рождения с переломами ребер и повреждением легкого доставлен в больницу. Еще один случай произошел в Петриковском районе в деревне Новые Головчицы. Во время обеда 46-летний мужчина предположительно подавился пищей. Его товарищ, находившийся в тот момент рядом, не сумел ему ничем помочь. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В обоих случаях следственный комитет проводит проверки. Автомобиль МЧС в окружении кортеджа ГАИ сегодня проследовал в направлении Костюковки. Машины шли с включенными проблесковыми маячками. Экстренные службы проводили профилактическую акцию «Уступи дорогу спецтранспорту». Данное мероприятие проводится для того, чтобы еще раз напомнить водителям и другим участникам дорожного движения о необходимости предоставления преимущества в движении оперативному транспорту с включенными проблесковыми маячками. Напомним, что за данное правонарушение предусматривается ответственность в виде наложения штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин либо лишения водительского удостоверения сроком до 1 года. За полтора часа проведения акции к административной ответственности было привлечено 12 нарушителей. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.